Плевин Взятие Плевина стало переломом в русско-турецкой войне. Для Болгарии это дата государственной важности. Традиционно к ней приурочен целый комплекс мероприятий, выставки, научные конференции, круглые столы. Уже по традиции участие в них принимает делегация российского исторического общества. В ходе визита состоялась официальная встреча с мэром Плевина. Делегация РИО передала Георгу Спартанскому копии документов, обнаруженных учеными в российских архивах, схему расположения русских войск при осаде Плевны в день ее взятия и телеграмму главнокомандующего русской армии великого князя Николая Николаевича, старшему императору Александру II о взятии города. Одним из главных пунктов программы визита в Болгарию стала встреча с вице-президентом страны Ильянной Йотовой, где были достигнуты принципиальные договоренности о создании международного оргкомитета по подготовке мероприятий в связи с предстоящим 150-летием окончания русско-турецкой освободительной войны. В Болгарии эту дату готовятся отметить на государственном уровне через 6 лет, однако работу начинают уже сейчас. Нам нужно заблаговременно начинать готовиться к 150-летию и сформировать и вместе реализовывать план мероприятий. Пройдут и в России, и в Болгарии, и в других балканских, а может быть не только в балканских странах, самые разные мероприятия, имеющие научный и проститутский характер. Музейные выставки, архивные выставки, архивные публикации. В ходе визита делегация Российского исторического общества также приняла участие в работе научного форума, посвященного очередной памятной дате объявления русско-турецкой освободительной войны. Конференция собрала ведущих ученых, политиков и общественных деятелей из разных стран. Россия и Болгария – единомышленники в оценке характера той войны, ее причин, хода и итогов, говорили собравшиеся. Эти события никогда не сотрутся из памяти. Эти события всегда будут частью нашего самосознания, представления о том, кто мы есть и откуда мы вышли. Как правило, вот эти символические и основополагающие события в истории наших стран, они связаны были как раз с героизмом. А героизм – это опять-таки то качество, которое нельзя поставить под сомнение. Потомки тех, кто совершал этот массовый героизм, этого забыть не могут. Это передается из поколения в поколение. Для того, чтобы удостовериться, что память о войне за други своя в Болгарии по-настоящему хранят, достаточно выйти на улицы города. Многие из них носят имена русских генералов и военачальников. Одна из главных улиц Софии названа именем царя-освободителя Александра II. Есть болгарской столицы и улицы генералов Гурко, Столетова, Татлебина, графа Игнатьева. Так что даже несмотря на отдельные попытки пересмотреть общие главы истории двух стран, в Болгарии взгляд на уроки совместной истории не меняется. Говорят непрерывно, вы должны забыть ваше прошлое, не должны быть русофилами. А каким должен быть болгарский народ, если он получил все от России? Память о подвиге и великой жертве русских воинов был построен на народные деньги и главный патриарший собор Болгарии, и самый большой на Балканах. Он носит имя святого Александра Невского, небесного покровителя государя Александра II. Ну а завершила визит еще одна важная встреча на высшем уровне. В штаб-квартире болгарской партии АБЦ представители делегации РИО обсудили взаимодействие в сфере гуманитарного сотрудничества с экс-президентом страны Георгием Пырвановым. Нынешний визит делегации Российского исторического общества совпал в этот раз со значимой датой – Днем Героев Отечества. До революции этот день отмечали как День Георгиевских кавалеров, и это особенно символично, если учесть, что в годы русско-турецкой войны орденом Святого Георгия были награждены свыше 300 офицеров. Служба информации Фонда История Отечества.